Клиника Натадент и сегодня мы поговорим о таком осложнении, как накусанная губа или щека. Накусанная губа или щека это самая распространенная травма, которая бывает после проведения манипуляции у стоматолога, а точнее после введения анестетика. Причем травма этих мягких тканей происходит именно с самим пациентом, и чаще всего это бывают дети. Дети очень заинтересованы этим ощущением отсутствия губы или щеки, поэтому мы расскажем вам, почему это бывает и как с этим бороться. Итак, чаще всего поражается нижняя губа, слева или справа, в зависимости от того, где происходило лечение. Почему так происходит? Во время того, как происходит манипуляция анестезии, выключается чувствительность не только самого зуба, но и окружающих мягких тканей. И после приема, обычно зависит от вида анестетика, анестезия или отсутствие чувствительности длится около 40-60, бывает и более минут. Поэтому, когда ребенок выходит из кабинета стоматолога, необходимо наблюдать за его поведение. Как же происходит сама травма мягких тканей? После того, как ребенку сделали анестезию, очень часто даже во время приема уже видно, что ребенок начинает интересоваться своей губой. Во время того, как действует анестетика, ребенок даже во время просмотра мультика начинает подкусывать, подсацивать губу. Как только мы это видим, мы сразу предупреждаем родителей о том, что прямо с самой первой минуты, с самого первого момента выхода из кабинета родители начали смотреть за ребенком. Когда еще это происходит? Ребенок, допустим, не проявлял интереса к губе во время приема, но после того, как ребенка сажают обычно на заднее сидение и едут в машине, ведут с ним диалог, родители не замечают, как во время разговора или во время, наоборот, молчания или какой-либо деятельности ребенка, ребенок начинает кусать и проверять свою губу. В таких случаях обязательно также контролировать, а лучше садиться позади, если есть возможность, позади сидения с ребенком. Если вы, допустим, едете всей семьей, либо бабушке, либо дедушке, чтобы кто-то мог контролировать и отвлекать ребенка. Также мягкая травма может происходить тогда, когда лечение происходило вечером накануне сна, скажем так. Ребенок приезжает домой, ложится спать и перед тем, как заснуть, он изучает свою губу или щеку. И утром родители обнаруживают отек губы, расцарапанную слизистую и начинают паниковать. Поговорим о том, как избежать таких трав. В первую очередь врач-стоматолог должен предупредить вас о том, что в течение 60 минут вы должны следить за этой губой. Если ребенок в более сознательном возрасте, то есть обычно это бывает от 3 лет, бывает от 5 лет, врач-стоматолог проговаривает это непосредственно ребенку, чтобы ребенок не паниковал, что губка придет в норму, что она просто еще спит. Но вся чувствительность вернется. Самое главное не проверять на зубок свою губу. Также после того, как пациент предупрежден, мы акцентируем внимание родителям, что в дальнейшем, после того, как ребенок уходит из кабинета, чтобы родители следили за губой. Опять же таки, если мы едем в машине, мы следим, садимся позади него. Если мы едем в общественном транспорте, мы также следим за ребенком, чтобы он не прикусывал и не подсасывал свою губу. По рекомендациям врачам можно, если родители дадут свое одобрение, ребенку дать мороженое, которое он будет облизывать, не с вафелькой, не с какими-то элементами, которые надо жевать, а именно облизывать. Также можно пойти в кафе и поесть мороженое с ложечки или сделать это дома. Также разрешаем за щечку положить чупа-чупс, желательно с ксилитом. Обычно чупа-чупс, конечно же, не очень хорошо влияет на зубы наши, на PH слюны, но если нету с ксилитом чупа-чупс, хотя бы положить такой и затем сполоснуть полость рта или, приехав домой, почистить зубы. Это тоже такой элемент отвлечения ребенка от его губы. Если все же-таки губу накусали, во-первых, губа будет выглядеть отечно, гиперемированно, да, не самое приятное зрелище. Самое главное, родителям в такой ситуации не паниковать. Что необходимо сделать? Первое, это исключить всякие продукты питания, которые могут раздражать. Что это значит? Щадящая диета. Исключить кислое, соленое, маринованное, острое. Обязательно, потому что это может раздражать рану и приносить болевые ощущения, которые нам и так не нужны. Необходимо исключить твердую пищу, потому что при откусывании твердой пищи губа начинает растягиваться, и ранка тоже растягивается, и опять получаются болевые ощущения. Поэтому щадящая диета в первую очередь. Второе, чтобы избежать появления вторичной инфекции, да, прикрепления инфекции к ране, необходимо мирамистином обрабатывать рану, но не хлоргексидином. Почему не хлоргексидином? Хлоргексидин горький на вкус, не очень приятно малышам обрабатывать хлоргексидином, поэтому лучше мирамистин использовать. Также, если вы увидели только в первые моменты, как ребенок начинает откусывать губу или подсасывать, необходимо убрать повторную травму этой губы. Что это значит? Начинать отвлекать ребенка. Это может быть игровая площадка, мультфильм, что-то заняться чем-то, что-то полепить, порисовать. Но обязательно отвлечь ребенка от губы на 60 минут. Чтобы уменьшить болевые ощущения во время приема пищи, можно использовать за 30 минут до еды и после еды асепту или салкосерил дентальный. Итак, что же самое главное? Самое главное, если ваш ребенок или вы накусали губу, не паниковать и не переживать за это. Рана затянется в течение нескольких дней сама, самостоятельно. Самое главное – придерживаться правил, которые я вам рассказала. Субтитры подогнал «Симон»